Мурманский фотограф Лев Федосеев запечатлел на видео, как олени водят хоровод. Оказывается, завораживающее зрелище животные устраивают не для красоты. Продолжение следует... Бостонский симфонический зал Секрет акустики симфонического зала отражен в математическом уравнении звука, открытым в 1890 году физиком из Гарварда Уоллесом Саббином. С помощью органа из секундометра он провел тысячи измерений, чтобы рассчитать идеальное соотношение между объемом помещения и звукопоглощением материалов ко времени реверберации, то есть многократного отражения звука. Бостонский концертный зал – один из лучших в мире. Его параметры акустики лежат в основе программного обеспечения, которое позволяет инженерам Пинк Чену и Гэри Мэг точно настраивать звук. Начинается все с измерения времени, которое требуется звука, чтобы отразиться от стен и потолка. Здесь подразумевается время для каждого вида звуков – музыки и голоса. Они создают компьютерную модель звуковой панорамы, которая называется визуализацией. Это позволяет нам настроить звуковое оборудование для идеального звучания в определенном помещении. Смотрите, здесь есть выдвигающиеся панели. Они нужны для идеального звучания голоса, но для музыки их нужно убрать, потому как нам нужны боковые отражения. Эти отражатели должны находиться ниже. Комплект мобильных панелей превращает эту сцену в музыкальную площадку за несколько минут. Пространство звучит идеально. Люди реагируют на звук по-разному. Многое зависит от того, кто слушает и что слушает. Обычно звуки природы, даже если они громкие, менее раздражающие, чем звуки современной цивилизации. Прибор децибелметр измеряет уровень звукового давления. Разговор между двумя людьми обычно составляет 60 децибел. Шкала прибора логарифмическая. Поэтому 70 децибел это уже в два раза сильнее. А защита органов слуха уже рекомендуется при 85 децибел. Шум порядка 90 единиц вызывает повреждающего издействия на слуховой аппарат и ведет к потере слуха. Боль начинается уже при 125 децибел. А громкий звук вызывает реакцию «Беги!». Учащается пульс, нарастает тревога, теряется сон. Усталость, социальные конфликты – это все связано с шумным окружением. Психолог Аллан Поляков из Массачусетского университета изучил, как звук влияет даже на вкус еды. Для этого эксперимента мы решили выбрать сладкие, соленые и ароматные блюда. И попросили участников надеть специальные наушники, чтобы создать условия, когда нет шума вообще, когда тихо. Чтобы это все было в районе 45-55 децибел. И более громкий шум 75-85 децибел. Чтобы участники не видели, что едят, им закрывали глаза. Они протягивали руку и брали еду. Мы обнаружили, что они чувствуют еду менее сладкой и менее соленой в присутствии фонового шума. Это может объяснить, почему пища в самолете часто кажется бесвкусной. Одна из теорий состоит в том, что высокий фоновый шум не позволяет мозгу обрабатывать большое количество сенсорных данных одновременно. Белый шум на самом деле отвлекает вас от приятного вкуса также очень сильно. Громкость звука в городах повсеместно постоянно меняется. Звуки, которые раньше воспринимались чистыми, теряются в грохоте городского шума. Профессор университета Саймона Фрейзера Дрю Акс считает, что сохранение знаковых звуков или звуковых ориентиров так же важно, как и сохранение визуальных ориентиров на местности. Вдалеке можно услышать колокол собора Святого Розария. Его волнует тот факт, что рев современной улицы заглушает исторические звуки города. Все это началось с 1970-х годов под амбициозным названием «Проект мирового звукового ландшафта». Канадский композитор Шафер, который преподавал в университете Фрейзера, решил, что вместо того, чтобы просто бороться с шумом, будет гораздо проще задать благоприятный вектор для создания звукового пространства. Этот подход представляет собой сохранение звуковых меток в качестве ориентиров, которые заставят всех подумать, какие звуки являются особенными. И вот, этот звук гудка судна. Один из самых уникальных звуковых знаков в Канаде. Первые четыре ноты государственного гимна стали частью звукового ландшафта Ванкувера. Мюррей Шафер создал проект мирового звукового пространства. Это стало совершенно новой областью исследований. Многие наши братья заметили, что в нашем мире абсолютно все имеет некую связь. Все переплетено. Все от мала до велика связано одним всевышним алгоритмом. Все есть энергия всерода. Соответственно, форма и структура повторяются. Достаточно увидеть эту связь. Иногда фрактальность не одинакова визуально. На примере наутилуса, пируслорики или молний. Но, уверяю вас, друзья, это один и тот же алгоритм. Разница лишь в аксиомах и градусах ротации. Тем, кто желает разобраться в этом вопросе, советую начинать с таблицы чисел Никола Тесла и веб-ресурса L-System. И это лишь ниточки. За них достаточно потянуть, дабы найти крупицы истины. А чтобы связать все ваши пазлики в один цельный кусок, поверьте, нужно понять, что есть алгоритм мироздания 369, энергия всерода и что есть частоты. Ведь все переплетено. Советую не забывать об этом тем, кто находится в поисках и не собирается сойти с истинного пути. Продолжение следует... Наше мироздание фрактально. Куда желаешь, свой взор направь. Кодом связано, фундаментально. Любые сложности, мой друг, оставь. От мало до велико все переплетено. От малых клеток до миров великих. От мелких муравьев до светлоликих. Энергии единой. Все проведено. Наше мироздание фрактально. Во всех мирах, даже вдалеке. Ведь связь, она феноменальна. Течет в сирот. Как вода в реке. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон»